Сегодня поговорим по поводу заработка. Нынче времена не очень веселые и в финансовом смысле слова тоже не очень веселые. И мне бы хотелось с вами поговорить, кто каким образом в данный момент зарабатывает себе на жизнь. То есть, как у вас это происходит, чем вы зарабатываете, на двух работах, на дополнительных работаете. Как у вас это происходит? Давайте вот об этом поговорим, я вам расскажу какие-то другие методы еще. О, сердечки вижу, классно, благодарю. Напишите, слышно, видно? Надеюсь, что и слышно, и видно. Тема сегодня будет у нас интересная по заработку. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы меня слышали хорошо. Пока пишите, слышно, видно, напишите, кто как в данный момент справляется с финансовыми проблемами, дополнительной работой или как у вас вообще это происходит. Как вы, ну так скажем, остаетесь на плаву или наоборот, у вас сейчас прогресс. Все отлично. Ну, хорошо, отлично это и по звуку, я так понимаю. Если все слышно, это радует. Если будет плохо слышно, пишите, будем проверять, потому что иногда бывают какие-то непонятные сбои. Как у вас по финансам? Друзья мои, напишите, как у вас это происходит, чтобы я понимал, интересно вам тема это или неинтересно. Что, чем вы живете, чем, чем живете, работой, домом, огородом, что у вас происходит? Что в вашем мировоззрении деньги? Деньги это все или деньги это механизм или что это? Сейчас на пособии отпуск, где хретность заканчивается, и я в раздрае трое детей на мне полностью. Да, это такая очень непростая ситуация. Но, наверное, и пособие это не очень пособное. Как же дальше? Как вы планируете? Как все будет дальше? Я знаю, что у многих сейчас есть проблемы. Помощи нет ни от кого. Ну, помощи, не надо, наверное, ждать помощи от кого-то и всех ругать, все последние сволочи, и никто не помогает. Если мы попадаем в ситуацию, то тут, наверное, сложная ситуация. То здесь, наверное, не стоит искать где-то помощи. Мы потратим просто на эту некую помощь, мы потратим, ну, наверное, свою энергию, и ничего мы не дождемся. Нам кто-то должен, они нам почему-то ничего не дают. Я думаю, что не стоит этого делать, лучше самим прорываться, куда-то идти. Каким-то образом, не куда-то идти на работу, а каким-то образом смотреть, как лучше, с меньшими затратами, больше заработать. Катрин пишет дальше. Планирую прорыв, начала заниматься чистками. Да, соглашусь с вами. Ну, чистки – это здорово, если это будет приносить вам прибыль, то да, безусловно. Здесь все зависит от того, какую услугу вы будете предоставлять. Чистки – это тоже здорово, но нужно понимать, что, как люди будут идти на это, и как весело будут покупать вашу услугу. Ну, тоже здорово, потому что помощи, пособие закончится, помощи не будет. Лучше всего, да, лучше всего самому все это как-то в кучу складывать и как-то работать. Кто еще как, друзья мои, пишите. Я смотрю вот здесь, и здесь, и там несколько эфиров. Люди есть, но почему-то затишье. Неактуальна, наверное, тема для многих, заработок у всех, наверное, денег немерено и вообще. Напишите, чем вы и как. Если все здорово, то каким образом вы, откуда, где кран, какой кран открыли и откуда набираете деньги ведрами. Что происходит? Какие у вас занятия? Ходите на работу на наемную, на кого-то работаете или что-то свое делаете? Напишите, поделитесь, чтобы мы, ну, как-то кому-то это будет интересно, кому-то это зайдет. Потому что, когда собираемся, мы всегда очень душевно общаемся. И потом мне пишут, что у кого-то какие-то прозрения, озарения, что-то открывается. И они, ну, в общем, некая помощь в общении тоже существует. Благодарю за лайки, за сердечки, друзья мои, что-то ручеек потихоньку тает. Подскажите для своей рекламы услуг вести соцсети обязательно активно. Катерин, я не знаю, где вы планируете, откуда вы планируете брать клиентов. Клиенты – это такая штука. Я вам сейчас расскажу на собственном примере. Много раз у меня происходят такие очень интересные общения с моими клиентами, пациентами, которые приходят на исцеление, которые там годами, если не десятилетиями, хворают. И после одного-двух сеансов они идут дальше спокойно и радостно. И знаете, о чем мне говорят? Почему вы мало даете рекламу? Почему я столько лет мучилась и вас не знала, не видела? И если бы раньше я вас нашла, вот я бы раньше бы и столько бы не было потерь, здоровье и в деньгах тоже. Поэтому здесь все достаточно просто. Вы можете не вести соцсети или вести неактивно, но вы должны найти какой-то способ, чтобы вас увидели. Не из-за того, что вы там в тираж или еще куда-то, но вас должны видеть, вашу услугу, вас как личность, как специалиста должны видеть. И только тогда, в общем-то, будет вам счастье. И от вас будет счастье тем, кто приходит к вам, кто будет приходить. Поэтому тут сами выбирайте. Знаете, я обычно на курсах тоже этому обучаю. Я обучаю не только целительству, не только там каким-то шаманским практикам. Потому что научить шить кроссовки и потом их не продать никому, ну, ни нафиг не нужны, на полках будут пылиться. То же самое и с услугами. Дать какие-то практики свои. И все, и оставить людей с этими практиками, я так никогда не делаю. Я обучаю продвижению, вот этому маркетингу, вот всем вот этим вот делам, чтобы людей увидели, чтобы они подтверждали свою экспертность, ну, и много-много всего интересного для того, чтобы они пользовались этими практиками и давали добро, делали добро, помощь людям, которые их увидят и с которыми они будут работать. Вот. Поэтому вести, не вести здесь вы можете вести, но... Или не вести. Но здесь вопрос не в насыщении каким-то там накидали каких-то постов, а в подтверждении своей экспертности, это в первую очередь, и в подаче ваших услуг. Вот это, наверное, самое главное, чтобы люди понимали, видели вас и понимали, что вы эксперт, и чтобы у людей был доверие к вам. Всему этому я тоже обучаю. Вот еще раз повторюсь, это все... Нет какого-то стандартного решения. Каждый человек по-своему уникален, и я подбираю вот эти решения развития, подачи именно под человека, который находится у меня на курсе. Вот есть их там 20 человек, вот я с каждым работаю, каждый индивидуально делает свои какие-то посты, подачи, вебинары, то есть все очень индивидуально. Невозможно так сказать, именно какой-то стандартный набор. Берите, ведите свои соцсети. Делайте три поста в день. Так тоже. Очень многие ведут месяц, два, три, потом перегорают, и что-то тут я подпишу, я тут делаю, а никто меня не читает и не приходит. Ну, то есть не пишет и вообще. Что у вас еще? Расскажите по поводу своих каких-то... Благодарю вас за ответ. Патрин, благопринимаю, вам дарю. Вы должны понимать, что давать людям, насколько им это будет интересно. Добрый вечер, добрый, добрый, Оксана, добрый. Какая тема? Тема, так сказать, за деньги. Тема заработка. Вот спрашиваю, кто как сейчас живет, кто как зарабатывает, какими способами, какими путями, насколько все сложно, и люди делятся, и вот ищем какие-то интересные моменты для того, чтобы зарабатывать. Не обязательно ходить с восьми до пяти, абсолютно не обязательно пахать на трех-четырех работах. Все можно сделать гораздо проще. В организации не нужно там организовать каких-то... Брать в аренду помещение, что-то закупать, пытаться продать. Нет, это абсолютно ни к чему. Но в то же время здесь нужно просто выбрать для себя чем-то заниматься. И, допустим, не у всех есть дар, какие-то сверхспособности. Мне обычно пишут, что теперь я ничего не могу делать, теперь нет у меня дара, как мне теперь пойти вот там, допустим, в эту изотельку. Объясняю, что не обязательно иметь какой-то огромный дар, какой-то там виденье, не знаю, что-то еще. Сверхспособности можно в эзотерике зарабатывать и нарабатывать этот дар постепенно. Абсолютно. Вот я, допустим, даю практику шаманского дыхания, который обучаю людей, далеко не каких-то там сверхспособностей, обыкновенных людей, которые хотят зарабатывать. Я даю практику шаманского дыхания. Они практикуют на курсе друг с другом. Ну и дальше рассказываю, как привлекать людей для того, чтобы давать им ответы на вопросы. То есть практика такая очень интересная. человек заходит в измененное состояние сознания, ну и получает ответ на свои вопросы, исцеление. Ну много-много всего интересного. Это такая групповая практика. Хотя можно, конечно, проводить индивидуально. Здесь все зависит от желания. Оксана пишет. Всю жизнь работаю на себя, а сейчас практически не работаю. И мне нравится. Ну нравится, это замечательно. если есть, к сожалению, как мы. Кто бы у нас работал, если бы было на что жить? Я думаю, что вряд ли кто-то бы работал. Ну чем-то, может быть, и занимался, но не для денег. Потому что работа, к сожалению, это слово раб. И мы рабы этих денег. Ну, потому что все устроено, все идет только через них. Больше никак. опять же, повторюсь, к сожалению. Все только вот. Если бы у людей было много денег, то они бы вряд ли работали. Они бы занимались, не знаю, чем нравится. Шили, рисовали для себя, но не для привлечения других людей, не для продажи, не для чего-то там еще. Да, безусловно, никто бы там долго бы не пролежал там где-то на берегу океана, но в любом случае это была бы уже не работа, а некое занятие по душе. Я бы работал все равно. Ну, давайте вот, когда у вас будет достаточно денег, вы измените свое мнение, поверьте мне. работа, опять же, слово раб. Когда у вас рабы денег, когда у вас их будет много, вы не будете работать. Работа это вот это надо, вот это надо, вот это надо сделать, вот здесь все надо, вот это вот пораньше встать, что-то какие-то, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Занятие, безусловно, было бы все равно, оно будет у вас, если у вас будет много денег, но оно не будет называться работой. вот, поэтому пишите, кто еще, с чем. Так, 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 Катрин пишет, да, но в свое удовольствие, как вы и сказали, да, в полете и творчестве, безусловно, без напряга, да, именно так. когда мы знаем, что у нас есть все, то мы, не напрягаясь, занимаемся любимым делом, конечно, как у каждого свое будет любимое дело. Здравствуйте, здравствуйте, и вам здравствуйте, и вам здравствуйте. Благодарю за лайки, друзья мои, очень, очень здорово, очень приятно. Вот, поэтому пишите, кто еще, чем, кто, как, зарабатывает, кому, что нравится, может быть, есть какие-то новые заработки, хитрости, поделитесь, всем будет интересно. Пишите, делитесь, будет интересно. Поэтому самый удобный способ, я думаю, что все-таки это работать на себя, именно на себя. Я простая рабочая, но почему простая рабочая, простая или непростая, если вам это нравится, то почему бы нет. Абсолютно рабочая, рабочая, это не, разве это плохо? Ну, нравится вам, хорошо. Ну, так само пишет, сейчас изучаю крипторынок. Ну, то же дело. Не работаю. Любовь пишет. Пишет, в смысле не сижу в офисе. Ну, так, так, так. Рабочая не сидит в офисе. Достаточно, то есть, вас как-то вдовлетворяет то те финансы, на которые вы тратите свое жизненное время. Достаточно этого? то есть, понимаете, да, что вот не то, что я там отработала, вышла на пенсию, теперь буду, вот, мы прекрасно знаем, как живут сейчас пенсионеры. Валерия пишет. Я на шею у мужчины, но подрабатываю, работаю часа четыре. Это тоже здорово. Как говорится, будь здрав, мужчина. Спасибо Богу за это. Причем тут Бог, я не понимаю. в смысле не сижу дома, которая, ну, спасибо Богу за это. Почему тут Бог мне непонятно? Что у вас за Бог и почему вы благодарите за это? Непонятно. И у меня котики это Оксана пишет. Питомник, я получаю удовольствие с ними. Да, безусловно, я помню, что Оксана занимается, вот она сейчас Оксана, а то обычно питомник. Оксана более приятно. Валерий пишет, да, я счастлив, что не работаю, как другие. Ну, супер, супер. Это очень хорошо, подрабатывает 4 часа тоже хорошо. но не забывайте, что это очень рискованно. Это я вот про мужчину, который, как вы написали, я на шее мужчина. Не забывайте, что все эти, если не я, то очень рискованно. Раньше ходила убираться у пожилых людей. здравствуйте, Иван, здравствуйте. Что вы можете сказать про колдунов? Что значит, что вы можете сказать? У нас тема, что про колдунов или наколдовать денег хотите? Непонятен у него ваш вопрос, что вы можете сказать про колдунов? У нас тема сейчас финансов. Если вы имеете ввиду, как колдуны зарабатывают деньги, то я не колдун. Что значит колдун? Это какой-то детский сад. Колдуны колдуют он чего-то трезвите, пожалуйста, этой фигни. Он там колдует. Кому он там колдует? как шаманы проявляют деньги? Мне непонятен этот вопрос. Я не знаю, как шаманы проявляют деньги. Что значит проявляют деньги? Проявляют обычную фотопленку. шаманы знаю, как шаманы проявляют деньги. Без понятия. я про других шаманов не знаю, честно, кто там как, что проявляют деньги? это как? Не знаю. Мои деньги почему-то не могут удержаться, как будто сквозь пальцы утекают. просто у вас запросы больше, чем поликом, либо их должно быть больше, чтобы было ровненько с вашими запросами, либо запросы поменьше и все будет хорошо. Любовь, деньги, это энергия, все зависит от ваших энергетических ресурсов. Нет, это все неправда. Деньги это энергия, но это не так, это все тоже детский сад, энергетических ресурсов, есть как это самое, как это называется, жопе веник, а человек концы с концами не сводит, вот у него энергии валом, он работает на пяти работах, и концы с концами у него все равно не сходится. Это все сказки рассказки, вот эти вот, все зависит от ваших энергетических ресурсов, вот что такое энергетические ресурсы, что это такое, ну будет она бегать зад-вперед на пяти работах, это будут ресурсы, энергетические перейдут в материальные, нет, это не закономерность, абсолютно, те, кто хорошо зарабатывает, они спокойны, равновешены, и не работают на пяти работах, и не мечутся, и в жопе веника у них тоже нет, поэтому я не соглашусь с вами. Так, Любовь пишет, вы можете проявить, через что к вам приходят деньги, можете проявить, через что к вам странное слово сочетание, но ладно, через что приходят деньги, деньги, через что приходят, я занимаюсь целительством, я после клинической смерти, в результате перелома позвоночника, по-другому вижу, обрел некий дар, я занимаюсь целительством, я занимаюсь обучением, я жил в Монголии, в этом году я жил, живу в Перу шаманов и целителей, я не теоретик, я практик, у меня много разных интересных практик, с помощью которых можно исцелить любую болезнь, любую болезнь можно исцелить, у меня есть несколько курсов, на которых я обучаю людей, как исцелять, как зарабатывать с помощью этого, потому что целительство и заработок хороший, между ними стоит знак равно, не верьте в эту дичь, что там кто-то кому-то бог какой-то, какой-то там бог дал дар, он теперь должен на халяву делать, нет, это все неправда, поэтому я исцеляю, тружусь с утра до вечера, вот так наверное я проявляю деньги, наверное я правильно понял ваш вопрос и наверное ответил на него, напишите, если так, то замечательно, если нет, то ну как-то поправьте меня или переспросите, отношения, что значит отношения, да не сказала бы, ну это наверное вы тут между собой, любовь и с Катериной это ваша интересная точка между собой, понятно, так, сил не было на мужчину, понятно, можно подселенца убрать, это подтверждение или вопрос, как-то ставьте пожалуйста, знаки запинания, можно убрать и что угодно, а, вопрос, все конечно при желании все можно убрать, я в своей практике даже ну всегда вот на курсе кого обучаю рассказываю, что вы можете излечить 100% болезней, 100% людей, которые к вам приходят, но захотят исцелиться не больше 60%, да, именно так, потому что болезнь дает некие преференции человеку, ну его жалеет, у него там какие-то есть инвалидности, какие-то там дотации, оплаты, и нафига ему собственно говоря, исцеляться, там идти работать, и вот ну услышьте меня, я сейчас очень кратко, но тема такая огромная, люди приходят, и вот они на грани исцеления, но они не хотят этого, и так же с подселенцами, и с любыми болезнями, там, диабетами, раком, там, и прочее, всякое такое, ну отвечу да, можно да, при желании носителя да. Здравствуйте, а когда вы открыли свои знахарские способности, как вы поняли, что это ваш приз, пишите по-русски пожалуйста, я не очень понимаю, так чтобы мне было понятно, я пять минут назад говорил, что у меня была травма, у меня перелом позвоночника в двух местах, у меня оторваны руки в плечах, и мое тело сдохло, ну, это называется клиническая смерть, я, собственно говоря, я как душа не собирался возвращаться в это тело, оно было неинтересно, ну, у меня там много, зайдите в телеграм-канал, ну, вот там можно много интересного написать, опубликовать, не сравниться с инстой, не сравниться с тем, где вот вы смотрите ютубы, смотрите, там, не знаю, тиктоки, идите в телеграм-канал, ссылка в шапке профиля, там почитайте, вот сейчас я там свои интересные истории печатаю, так вот, после того, как я все-таки вернулся в тело, открыл глаза, в морге, в общем, туда отправили, ну, колясочку там поставили, потому что места не было нигде, открыл глаза и увидел много того, чего я не видел раньше, всяких, всякую живность, персонажей, и все остальное, там все описано, там все даю понятно, ясно и понятно, после этого меня лечили знакари, целители и прочие всякие провинции и все остальное, вот, и, соответственно, вот этот вот некий дар был подтвержден, я жил в Монголии у шамана, общался с ним, учился у него, принимал его прихожан, в этом году вот я жил в Перу, в джунглях у шамана перуанского, у целителей, там все есть и видео, и фото, и рассказы, все, заходите в телеграм-канал, ссылку к шапке профиля, там все найдете, вот это все произошло, ну, после не очень приятных обстоятельств с моим телом. Здравия каждому дано обучение. Обучение шаманской практике шаманского дыхания, да, там не нужно никаких особых сверхспособностей, я даю понимание этой практике я работаю вместе с вами на курсе, вы работаете друг с другом, то есть с группой на курсе, потом мы привлекаем людей, вы сразу же на курсе уже начинаете зарабатывать. Я рассказываю, как сделать, как упаковать ваши все данные, и вы, собственно говоря, потом дальше работаете с помощью этой практики, вам нужен телефон и интернет, больше ничего не нужно, вы получаете от меня сертификаты, ну, этот курс можно посмотреть, есть и отзывы, и все, но ведется уже, я его провожу не первый год. С этого, с этой практики средний заработок в месяц где-то 300-350 тысяч, все будет зависеть от того, как вы потопаете, так и полопаете, то есть, как вы будете транслировать людям, насколько вы будете, как говорится, вкладывать свою энергию, насколько вы будете правильно привлекать людей для того, чтобы они приходили на практику, на эту практику приходят для того, чтобы получить ответ на свои вопросы, приходят по исцелению, всякие болячки посмотреть, там много-много всего, я сейчас не буду перечислять, если интересно, в телеге напишите, я вам все это дам, курс месяц проходит и вы выходите, так скажем, уже с практикой и идете и работаете, то есть, идете, а сидите дома у себя и работаете, я когда работал только на этой практике, но обычно один раз в неделю я ее проводил через интернет, так как вы меня сейчас видите, ну, по деньгам я вам сказал, вот, основной курс большой, трехмесячное целительство, да, безусловно, только человек, тот, который нормально ненормальный, то есть, те, которые видят, слышат, там что-то в сновидениях приходят, но вы знаете, после практики, после курса шаманского дыхания очень многие идут на курс целительства, у них открывается вот в этом дыхание, это перенасыщение крови кислородом и, как говорят люди, глюк, я пойму, я там такое видел, я это видел, и в этой практике открываются вот эти способности очень у многих. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Извините, какая тема сегодня? Тема сегодня заработка, мы разговариваем, общаемся, кто как зарабатывает, тот мужчина уже, тот питомник, вот у Оксаны, тот, ну, то есть, вот, вот, рассказываем, я рассказываю, спрашивают меня про курсы, про, вот, то есть, не надо пахать, как, как папа Карло, да, папа Карло, не надо пахать, надо зарабатывать, не тратить себя на пяти работах. А зубы вылечить, а сколиоз позвоночника, тут же врачи, а какие болезни может вылечить шаман? Зубы и сколиоз, ну, идите к врачам. Есть огромное количество болезней, которые может вылечить. Здесь вопрос не в том, что шаман, а вопрос в практике. Я исцеляю в измененном состоянии сознания. Если вам будет интересно, пишите телегу, там все есть, все посмотрите, и там много-много, много-много поймете и увидите. Деньги. Любовь ответила, наверное, на вопрос, что вы тут делаете. Яваска всем помогает открыть способности? Нет, я думаю, не всем. Здесь взаимодействие. Яваска, я не думаю, что она для открытия способностей. Яваска нечто, наверное, на другое. Опять же, с каким запросом вы заходите туда. Яваска это что-то такое особенное, какая-то штука, которая очень объемная. Кто с чем пришел? Как в этом фильме Аватар Эйя. К ней приходят все с такими болячками. Благодарю вас. С каким эгрегором вы работаете? Я ни с каким эгрегором не работаю. В эту хрень я не верю. И все эти эгрегоры сделаны для того, чтобы нас, вас, доить. поэтому я ни с какими эгрегором не работаю, я никому эгрегору не отношусь, не молюсь, свечки не ставлю, не знаю, какие-то молитвы и прочее, всякую ерунду я не читаю. Богов мы придумали сами. Будьте трезвы, пожалуйста, мы сами. И поэтому только сильный духом человек может выйти из вот этого обмана вселенского богов эгрегоров и прочей всякой хрени. Если вас не хватает сил или веры в себя, ну, то да. Но я ни с какими эгрегором не работаю, я много их знаю, я во многих так скажем был, состоял, участвовал, смотрел, что это такое. Но я ни с кем не работаю. Они абсолютно не нужны. Нам они не нужны, мы им нужны, да. Мы как дойные коровы для них безусловно нужны. Мы сами создаем эти эгрегоры и сами их подпитываем своими какими-то. Ну, как правило, чем мы можем подпитывать? Своими страданиями, что у нас еще страдать надо, на том свете тебе будет ништяк, а здесь ты должен страдать. Ну, в общем, вы знаете, что мы тут будем пятьсот раз одно и то же. выпадение волос можно тоже излечить в измененном состоянии сознания. Игорь, надо найти причину, и да, безусловно, причину можно убрать, и вот эти вот следствия к выпадению волос уйдет само. Выпадение волос это не болезнь. Болезнь в другом, надо найти эту болезнь, вы сами ее увидите в измененном состоянии сознания. Не я буду с вами вокруг вас с бубном прыгать. Я завожу вас в измененном состоянии сознания, вы сами видите, я вижу то, что видите вы, очень часто вы меня тоже видите, и мы ищем, то есть я помогаю вам найти причину выпадения волос, ну или какую-то любую другую причину заболевания какого-то. А не вот вылечить волосы, вклеивать мы назад не будем. Надо найти и все восстановится, все будет хорошо. Оксана пишет, недавно узнала, что если сожить дату рождения до однозначного, то я 666 всегда знала, что я что я а каббалисты все время страдают без понятия. Мне, в коеме, дело до того, что каббалисты кто-нибудь там, я не знаю, знала, что интересно, но не настолько, что скажете 666. Да ничего, от ума это все придумали, все эти цифры и прочая всякая фигня. Хоть 777, там всем нравится это 777, но нравится, он нравится, мне нравится 5050, там кому-то что-то на 666, какого-то сатанинское число. Да вот вы нужны этому сатане, чтобы еще такими-то цифрами играть. Да ну, ерунда вся эта. Нет, если вас прикалывает, то не вопрос, почему бы, почему бы нет. Если вы верите в сглаз, то сглаз вам и будет, если вы верите в это, то и это вам будет. Не зря же сказано. И потом при, при, прилеплено к некому писанию по вере вашей. Что верите, то и будет. Опять же, эту веру можно разобрать по частям, и вы поймете, правы вы или нет. Все это делается для того, чтобы нам заморочить голову и увести вот самого главного, интересного. И просто подаете все. Пишите по-русски. Я не понимаю ваш язык. Вы слушаете меня по-русски. И я думаю, что понимаете. Поэтому пишите по-русски, я буду отвечать. Не по-русски не понимаю. Переводчик у меня здесь нет. Я слишком добрый для этого, но принимаю все в этом мире. Слишком добрые это тоже слова только. Это тоже слова. Добрые очень часто скользят. Я же добрый, я же не могу отказать. Вот в этом вы скользите. И это не доброта. Ну, может быть, это называется по-вашему доброта. я же не могу отказать. вот как же, вот там дали кому-то в долг, да, и никто не вернули. Я же добрый, вот, вы просто скользили и все. Вы не добрые, вы не можете сказать нет. и все будет хорошо. Как раз отказывать я очень могу. Ну, супер, ладно. У меня корректор, извините. Ален, я понял, корректору скажите, что пока там не выступал. Пока, скажите, я пока здесь общаюсь, тут отстань. Напишите еще раз, Ален, я почитаю и вот. Да, вот скажите этому корректору, что вы его покусаете. Вот. Поэтому заработок, ну, это такая штука, вы знаете, нужно найти просто, чем заниматься. Нужно, если у вас там есть какие-то какое-то влечение к эзотерике помощи людям, то вот можно заниматься там шаманскими практиками, то есть практиками исцеления, добычи информации и все остальное. Не нужно каких-то строить больших пирамид для того, чтобы зарабатывать деньги. Не нужно там открывать магазины, нанимать рабочих. Нет, кому-то нужно, кто-то в кайф, вообще проблем нет. Но я знаю, о чем говорю, у меня было семь магазинов в прошлой жизни, в той жизни, была база, было все замечательно, черные джипы, малиновые поджаки, там и все остальное. Вот, но я сейчас понимаю, что это просто лишняя затрата энергии, и можно зарабатывать совсем по-другому, гораздо больше. как вы считаете, есть что-то после смерти? Конечно, есть. Кажина же считает, а смерть есть вообще? Я не знаю, что такое смерть. Когда тело моё сдохло, никого-то вообще не было. Знаете, как ты сдох? Ты сдох. Я сдох. Да это тело, в котором я был. Я как душа. Если вы как тело, то да, безусловно, оно сдохнет. Оно у всех умрёт тело. Ну, тут, собственно говоря, ничего нового не скажу. Но не то, что есть. Там, ну, здесь дичь, здесь ад, а там всё прекрасно. Ленара пишет, подскажите, пожалуйста, у меня есть дар, но я не могу развиваться. Постоянно помехи. Что делать? Выберите, что вам нужнее, развиваться или помехи решать. То есть, убирать помехи. А если вы, помните, как Владимир Семёнович пел, это, который Высадский, уж если я чего решил, я выпью обязательно. уж если вы чего решили, то уж сделайте обязательно. А вот эти помехи, они будут постоянно, видимо, вас туда что-то не пускает. Поймите сначала, что это, разберитесь, что это. Ну, придите, не знаю, к видящему или ко мне, я посмотрю, или кому угодно, я не призываю, приходите, приносите, посидим. посмотрите, что это мешает, если вы на самом деле у вас есть дар, и вы хотите его использовать, то есть, что значит использовать? Это помогать людям, исцелять, давать информацию, ну, что есть дар, да, там есть медиум, есть целители, у меня на курсе и те, и другие, обычно бывают, бывают и целители, и медиум, то есть, здесь все как это, очень такие универсальные люди, поэтому решите, что вам нужно больше всего, решать, постоянные помехи убирать, или все-таки заняться, кто вам мешает, поймите, посмотрите. Так, секунду, Алена, тут убегает, один момент, я про номера ангела, 777-333, каждый номер свое значение, это сейчас популярно, да и сейчас, что популярно, это все от ума, чтобы нам голову задурить на всякую фигню, 733, нравится вам, кто рожден, вот такого-то, да дичь это все, кто там, какого числа рожден, какая разница, все за уши притягивает, к чему-то, кто вот тогда-то рожден, ну того вот такой-то вот нос, вот такой-то у него там все, да все это дичь, ну это все неправда, это так же, как одну таблетку нельзя давать при головной боли людям, вот нам, все пейте вот анальгин, да не всем он помогает, так же эти все, когда рожден, эти цифры, ангелы подсказывают, вас поддерживают, если вы видите один-один, ангелы вас поддерживают, Алена, это все смешно, правда, честное слово, они вас прям так, вот вы чувствуете, как они вас там вот прям вот так поддерживают, но если вы это верите, но если вы это верите, то, ну вот, как я обычно говорю, занимайтесь делом, вот не вот, я сейчас не про вас, про то, что да, вы правильно тему подняли, вот там 777, там 1-1, они вот там, ну, вы, поймите, услышите меня, нас уводят от самого главного, нас всем уводят, вот, все кругом идет для того, чтобы мы не очнулись, не прозрели, не протрезрели, не вышли из морга. Чем отличается медиум от шаманов? Всем. Это абсолютно разные специальности. Ваше мнение о микродозинке пантерном мухомором? А почему тут мое мнение? Берите, пробуйте, зайдет, микродости, не зайдет, не микродости. Что тут мнение? Вот, какая вам нравится женщина? Толстая или худая? Какое мнение? У меня есть опыт. Я вам могу сказать. А у вас его пока, вот, наверное, нет. Поэтому вы интересуетесь мнением. Попробуйте. Красный попробуйте, антерный попробуйте. Зайдет, значит, зайдет, вы поймите, для чего он вам нужен. Трипа никакого вы не получите с микродозинка. Это не про то. Про какие-то другие вещи. К сожалению, сейчас эта тема очень развита, но это работает на 30, наверное, 40 максимум процентов людей, которые все-таки употребляют, купили и употребляют вот эти вот маленькие вот с этим вот мухомором. Для 70-60 ни о чем вообще. Сказать, хорошо или плохо, не могу. Уберите, пробуйте. Понравится, значит, что-то даст вам мухомор. Именно микродозин. Не понравится, значит, не даст ничего. Пантерный, ну, почему он отличается от красного? Только тем, что у него больше концентрации от этого скалина и все. А так каких-то особых нет. Ну, просто как-то покрепче. Пробуйте. Как я вам могу сказать? Я много чего практикую. Я сплю на гвоздях, я живу в осознанных сновидениях, я занимаюсь выходом из тела. Ну, у меня много всего интересного. Попробуйте вы, расскажете, напишите в следующий раз свое мнение, наверное. Тут тело не в мнении, а в опыте. Мне микродозинг не зашел. Ну, ничего я такого не ощутил. Благодарю, Ленара. Благо принимаю. О, да, откуда бейсболка таблетки знает, где мне болит. Расскажите о своих украшениях и не съесть какой-то практический смысл. Коготь медведя и пентаграмма. Это не пентаграмма. Коготь медведя это, да, это некая сила, которая мне заходит, я много все перепробовал, у меня там много всего висит. Пробуйте, может быть, что-то вам зайдет. Это не пентаграмма, это перуница, это шаманское зеркало вместе с перуницей. Иногда мне говорят славянский шаман. Шаманское зеркало, оно вогнутое, то есть, оно здесь вот такое, ну и, соответственно, чтобы оно не было ровным, вот получается перуница, да, вот этот знак перуна, то есть, перуница, вот, тут ничего тайного скрытого пентаграмма, это пинать надо, я не понимаю, что такое пентаграмма, нарисуют всякие ерунды и думают, что вот вкладывают в это какой-то сакральный смысл. Друзья мои, я говорю только про то, что я сам делаю, сам знаю, сам проходил, но вся эта фигня не работает. А вы кристаллы или камни используете для лечения людей, я не использую. У вас шикарный амулет с руной, у меня нет никакой руны, что он несет, какая основная ее энергия, ну, я вам сказал, что это перуница, но это знак молнии и все, что вы там про отравление организма мухоморами, у вас отравлено восприятие мира, все не так, как вы рассказываете в сказках, поверьте мне, я мухомором, ну, все, что я, чем я лечу, какими-то травами, настойками, я все пробовал сам. Мухомором я вылечил язву желудка, я делаю из мухомора настойки, я делаю из мухомора мази, я делаю отвары, то есть я очень давно и плотно работаю с мухомором, он лечит очень большое количество заболеваний, как внутри нас, вот как язвы там заживляют, так и всякие ссадины, порезы, боли в суставах, очень долго все это рассказывать, но мухомор это нечто прекрасное, отличное лекарство. Вот, и сейчас я с его помощью, ну, у меня есть там свои средства состава, я даю людям и исцеляют, так скажем, язвы, желудка и прочие всякие нехорошие штуки. Очень похож на скандинавскую саул, я не знаю, что такое скандинавская саул, это обыкновенная славянская перуница и шаманское зеркало, вот там у меня висит большое где-то, где-то там, вот, шаманское зеркало, видите, но оно большое, я постоянно не могу его носить, я его одеваю когда работаю, надо просто отражать негативную энергию, вот там у меня зеркало, там у меня рамки биолокационные, с которыми я работаю, вот поэтому надо мной вот красный дракон, видно, потому что после того, как я жил, учился, работал, в Монголию шаману тут при посвящении дают какое-то именно речение, зеркало правильно называется, короче говоря, это вот имя красный дракон, ну вот я красный дракон, кстати, этого мне сделали на заказ в Перу, вот, я оттуда привез его, я там был уцелителей, шаманов, жил в джунглях, вот, работает пентаграмма, я на пляже нарисовала, там место боялись, а осталось свободно мне, замечательно, знак, это руна, я не знаю, я к рунам ровно совсем отношусь, я их не понял, или они меня не поняли, и я не нашел им применения, и как вы относитесь к рунам, я не отношусь к рунам, у славян перуницы, все правильно, что значит сушеный или заваривать, мухомор, что ли, все по-разному, для разных целей, разные, все, ну, все разные, не знаю, для чего надо использовать, проводите регрессивные практики, ну, как вам сказать, провожу, но вы должны понимать, что не больше, чем у 10% были прошлые жизни здесь, я имею в виду, я много об этом рассказывал, говорил, у меня есть опыт, не знаю, сотни людей, там, тысячи, наверное, прошли, поэтому, да, провожу, если они, если они есть у вас в этой прошлой жизни, были они у вас здесь, именно здесь, на нашем участке земли, у нас маленький участок земли, на котором мы живем, все остальное вокруг нас огромная площадка, на которой живут совсем другие люди, ну, или не люди, не важно, здравствуйте, я бываю, слышу тихий голос, и он сказал, что я буду умолять о смерти, здесь нет вопроса, я не знаю, что вам ответить, благодарю за подарки, Ален, благодарю, очень приятно, благодарю, благодарю за розочку, супер, 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 благодарю, есть сухими, лучше, или отвар, я ответил на ваш вопрос, я не знаю, для чего вам это, добрый день, и вам добрый, и вам, и вам добрый, так, друзья мои, мы что-то с работой, с заработкой, переходим на какие-то другие вопросы, как вы относитесь к скрижалям то-то, я не знаю, что это такое, никак не отношусь, я не знаю, что это такое, для меня, вот эти скрижали, это все тоже от ума, это все это, морозом сделано, а вы можете помочь выйти у острова, конечно могу, я живу там, так, друзья мои, что по заработку, все на сегодня, сегодня все, там, кстати, в телеге, переходите по ссылке, в шаппрофиле, там много-много всего интересного, и кому там что-то про меня непонятно, там тоже как раз все можно почитать, посмотреть, там все это вот, вот всего-всего-всего много, можете переходить и посмотреть, благодарю за лайки, благодарю за подарки, за сердечки, и так, у меня вопрос, Катрин, ну, давайте ваш вопрос, так, Тень пишет, мертвяки приходят, чтобы кушать энергию, какие на, 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 какие нахрен мертвяки, мертвяки закопали их там, вот, знаете, где, что за дичь, что за детский сад, куда они к вам приходят, какую энергию, они к вас там кушают, вы уточните, если в сновидениях, то там никакие не мертвяки, ну, поймите, что, значит, тело сдохло, его закопали, как, каким образом оно приходит к вам, вы понасмотрели всяких фильмов, всякую хрень, вы начинаете вот эту вот, этой хренью задавать вопросы, если вам в сновидениях приходят, это обыкновенные сущности, которые, да, приходят, чтобы вас развести, просто развести, и все, вы пугаетесь, вы что-то там эмоционируете, через эмоции выходит энергия, они пришли, ха-ха-ха, вас пожрать, вот и все, просыпаетесь, разбитые сил, нет, не отдохнули, вот это еда, вас поели, медитация опасна, потерял, очень опасно, я устал уже после медитации, убирать всякую нечисть, медитация для того и есть, чтобы в ваш домик, когда вы оставили там, типа вы там, в каком-то дзене, не знаю, как это там называют, все по-разному, занять ваш домик, это как, зачем вас выгонять, вы сами вышли, и вот вам товарищи, друзья, если их так можно назвать, но я бы не называл, так как раскачать себя, чтобы был поток, все индивидуально надо смотреть, как можно это сделать, вы имеете ввиду астрал, пишите мне, в Телеграм, там все, все есть, Телеграм-канал, ссылку, шапки, профили, зайдите, напишите, запишитесь на сеанс, как это обычно делается, сейчас, смотря, что вы захотите, какой сеанс, сейчас запись вам на 28 мая, то есть, как бы, пройдите этот, напишите, и все, ничего сложного нет, денежный, а, денежный поток, все тоже очень, индивидуально, и я понял вас, как раскачать, себя, чтобы был денежный поток, правильно, Катерин, все так, наверное, не надо ничего раскачивать, нужно выбрать себе какое-то дело, которое вам будет нравиться, которое будет приносить достаточно большой, широкий, бурный, денежный поток, не беритесь за какую-то мелочевку, ничего не имея против каких-то практик, но вы должны понимать, что какие-нибудь там отливки воском, какие-нибудь гадания, какие-нибудь там расклады торрот, какие-нибудь штуки, не знаю, почему никто не занимается Ленорманом, но неважно, вы должны понимать, что это не тот желаемый поток, который вы хотите, это не то, здесь нужно более солидные практики, которые придут люди более солидные во всех отношениях, и с помощью этих практик вы сможете помочь многим людям и очень хорошо заработать, зарабатывать, честно зарабатывать, я всегда это повторяю. Вот, допустим, про шаманское дыхание, про курс, курс недорогой, и он проходит месяц, и я работаю вместе с вами, я даю эту практику, я дышу с вами, потом вы работаете друг с другом, ну, то есть со всей группой. Я о чем? Я уже сказал о том, что с помощью этой практики я лично зарабатывал 300-350 тысяч в месяц только этой практикой. Один раз в неделю, ну, максимум два, ну, не четыре, может быть, шесть раз. Вот, практика проходит в среднем 2-3 часа, смотря какое количество людей вы возьмете на эту практику. Вот тогда этот поток как раз и будет раскачан. Именно, чтобы это был не детский сад, не то, что там чего-то там воском там отлить. Понимаете, на все, на это приходят халявщики. То есть, вот им там воском вот это вот чего-то там, вот там, ну, там, ну, за 500 рублей, или в основном все это любят нас халяву. Халява, люди, любящие халяву, ну, просто люди, любящие халяву и все. Но, даже если человеку плохо, у него нет денег, он не хочет платить, или просто он халявщик и все, то халява не ценится. если вы будете делать на халяву, человек, который к вам пришел и ничего не заплатил, он ничего не получит, как бы вы ни подпрыгивали. Ему ваша эта хрень, да по барабану, ну, моя, пусть так, я не говорю про вас, любого специалиста, и ему вот с этого все равно, потому что он ничего за нее не заплатил, и это для него незначимо. Поэтому это никогда не работает. А если иногда чую какие-то запахи, к примеру, курева, это со мной пытается связаться, или я болею, это пытается обратить внимание ваше. Добрый вечер, добрый, добрый. Лучше куда, или после смерти, друзья мои, ну, все, мы уходим от темы, каждый раз ходится по своим местам. Я всегда говорю, закончился сеанс, все разошлись. Куда они разошлись? Ну, в кино или в театре. Все по своим делам. А как сделать, чтобы приходили деньги, это от магии и так далее не зависит. Это зависит от той востребованности, которая будет у вас, от той вашей практики, от той вашей услуги, которая будет пользоваться спросом, от настоящей услуги, которая вот прям будет помогать, исцелять. Никакой магии нет. В этом нет никакой магии. Магия тоже все от ума. Плюнул два раза, подпрыгнул, соль под дверь посыпал, и понял. Это все, ну, это детский сад все, понимаете, для халявщиков, трусы на люстру красные, и пипец, бабличка валя. А, не забудьте еще в кошелек в райзетку, заступил. Супер будет. Поэтому он будет зависит только от того, какую пользу вы даете. Даете вы пользу на 500 рублей? Ну, 500 рублей будет. Даете на, не знаю, 50 тысяч. Вот 50 тысячи будет. Ну, обычно приходят те, кто застрял между, что за дичь какая-то, между миром, им нужно чем-то питаться, чтобы не располагаться. Тень. Это полная хрень. Тень, полная хрень. В между мире, кто-то там застрял. Что, видели, что кто-то там застрял в этом между мире? Все это детский сад, сказки, специально придуманные для, вот, для вот. Вот. Не обижайтесь, я всегда говорю то, что вижу, то, что знаю, то, с чем работаю, то, что я практик. Вот это всегда, мне делает смешно. Я не работаю на это. Да, конечно, он застрял, он ждет от вас там, чтобы вы там, нет, нет и нет. Он там между мире, он, что это такое между мире? Что это такое? Почему он там застрял? Что, забор, что ли, он туда лез, и задница у него, что ли, не пролезла? Ну, штакетник сломает, пусть, и пролезет дальше, и не чувствует, толстый задница и туда лезет. Это шутка, конечно, не обижайтесь. Благодарю, друзья мои, за подарки, благо вам дарю. Благодарю, именно, благодарю. Юра, спасибо, хорошо, после работы напишу. Пишите, 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 просто переходите, заходите в ТикТо, в Телеграм-канал, там пишите, и все, там много-много интересного, и там прям сразу свяжетесь со мной. Карина, вы меня считываете на все 100%, я шокированный немного. Да, Ленорман на столе лежит. Хорошая штука, Ленорман, хорошая, правда хорошая. Я не тороплю, но я просто знаю, что это такое. Я общался очень много с людьми, которые этим занимаются на уровне, наверное, непрофессиональном, наверное, неправильно будет сказано, они живут этим, это их чуйка, вот они, это как механизм. Вот. Валерия пишет, да, халява не ценится, по себе знаю. Да, халява, халявщик, как правило, они как-то не учат, вот, вот дар, вот это же они придумали, вам дар дан, Богом там, да, Бог мне написал, напихал во все карманы этого дара, позвоночник сломал, руки оторвал, напихал. Но, они только халявы ждут, у них никогда ничего не получается, у них никогда ничего не получится, у них никогда ничего не работает, ну, потому что они ждут волшебную таблетку, халяву, и все, так же, как я вам сказал, что по исцелению, ну, процентов, наверное, 40, людей не хотят, на самом деле, исцеления, поэтому ждут таблетку, что есть волшебная таблетка, почему все бегут в больницу, ну, потому что это волшебная таблетка, я пришла, давайте меня лечите, быстренько, оп, и все, а там тоже, нифига, что-то не лечат, а прийти на исцеление, там нужно работать, там нужно, нужно желание, нужна вот эта ответственность за себя, ну, там много-много всего, халява, к сожалению, или к счастью, человек же ничего не дает, поэтому ничего и не получает. Алена, благодарю за розочку, благодарю, очень приятно, благо вам дарю, благо вам дарю. Развивать себя надо, даже если с рождения есть дар, развивайте, все правильно, все верно. У меня есть второй, я пробую гадать себе, но я поняла, что это не мое, настоящий торолог, и торолог имеет дар. Ну, не циклитесь, не тот вариант, для себя, как посмотреть, да, как, 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 зарабатывать, нет, это очень ограниченная, очень ограниченная тема, очень ограниченная, гораздо шире тема, вот видите, рамки у меня висят, вот биолокационные, вот там они, висят под зеркалом шаманским, вот это гораздо интереснее, я с ними работаю, вы можете, ну, на курсе я обучаю, как это сделать, можете смотреть людей, через эти рамки, помогать им, выявить хворь, потом эту хворь исцелить, ну, вот это более, более, такой, гораздо интереснее, там больше творчества, разметать карты, ну, это не то, поймите меня, мы сейчас за, честную помощь, за хороший заработок, а не просто по 500 рублей, там, понаделать расклады, я сейчас не про вас, я сейчас согласен с вами, что, вот, вот, каждому свое. Медиума, дар, да нет никакого дара медиума, просто, с медиумом работают духи, которые ему дают информацию, дара на самом деле не существует, человек у него не может быть никогда, потому что мы слишком простая конструкция, дар у нас появляется только при взаимодействии с энергоинформационными субстанциями, которые нам дают информацию, я как дмитрий себе ничего не представляю, я работаю с, вот, после клинической смерти и возвращения меня в тело, я прекрасно их вижу, слышу, понимаю, и вот, кто там, вот там, запах табака, там, дыма, это все они хотят с вами взаимодействовать, они хотят вам давать информацию, и я работаю с ними, и они работают через меня, вот так скажем, все великие люди работали с этими персонажами, кто там музыку писал, картины, там, Димка Менделеев проснулся, ему там дали таблицу, Сальватор Дали, там, писали его рукой, почитайте, в мемуаре там все написано, честно, кто писал, тот, он написал честно, что это не я, это все мной, и через меня, я сына сама в итоге вылечила, столько врачей обошли, хотя резать, ясну вылечу, хотели резать, ясну вылечила, просто почитала анатомию, замечательно, просто почитала причину заболевания, что такое мигрень, лечится ли она, да, лечится, да все лечится, друзья мои, нет, нет болезней, в которой не лечится, есть болезни, которую вы не хотите, чтобы исцелиться, так что врачи могут их хуже сделать, если бы я их слушал, да, конечно, безусловно, врачи никогда не вылечивают, они просто лечат, лечат и лечат, носите им, носите, они лечат, но исцелите, то есть вылечить у них нет задачи, так, ну что, друзья мои, в общем, кому интересно, в Телеграм-канал, там много-много всего того, чего нельзя, ну, нежелательно, так скажем, ну, те же тексты я не могу разместить ни в Ютубе, ни в ТикТоке, ну, и вообще там попонятнее, и вы всегда можете написать и прийти с какими-то там вопросами, с этими вещами, которые вас интересуют, там же я вам могу дать по поводу заработка, обучения, ну, опять же, если захотите, я никому не навязываю, вот, был рад, как всегда, с вами общаться, как всегда, мы душевно с вами пообщались, пишите, ссылки лучше всего в Телеграм-канал, и там, там все, все найдете, благо, всем дарю, мы на связи, спасибо, благодарю, 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 постарайтесь, это слово спасибо, тоже немножко избавиться, спасибо, это спаси Боже, то есть, я не Боже, и спасать вас не буду, да и вообще вас не нужно спасать, вот, прекрасный человек, и вы сами себя спасете, ну, а чего нас спасать, не надо нас ничего спасать, в каждом слове, вот, эта хрень засунута, спаси Боже, да, то есть, там, дай мне Боже, вот, что-то я бухаю, пятый месяц, денег нет, здоровья нет, Боже, дай мне здоровья, ну, такого не бывает, да, вот, перестаньте пухать, или там, перестаньте ерундой заниматься, возьмите какое-нибудь дело, и начинайте им заниматься, именно тем делом, который вам нравится, вот тогда и будет вам счастье, деньги, здоровье, ну, и все остальное, поэтому, благодарю, о, супер, супер, Алена, благодарю, приятно общаться всегда, с людьми, которые понимают, благо, всем дарю,